Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 717, второй том. Объясните, что сказать с точки зрения Библии тем людям, которые говорят, что они живут для своих детей? Ответ Игнатия Лапкина. Думаю, да и в жизни видел только это. Что здесь смысл один. Хочу, чтобы дети мои жили не хуже, чем другие, жили в достатке, имели хорошую специальность, образование, удачно женились и тому подобное. Ни разу еще мне не встретились люди, которые бы в эту сакральную для них фразу «жизнь для детей» вложили действительно высокий смысл. Я живу для того, чтобы привести моих детей на небо. Это очень хорошо описывает Иоанн Златоуст в письме к монаху Стагирию. Заболевшему беснованием, говоря, что когда ребенок подвергается нападкам дьявола, то родители готовы распушить все имение, ищут тех, кто исцелил бы их детище. Поднимается на вершины гор к монахам, а от беспокойства за судьбу несчастного теряет голову. Но если великовозрастный сын развратничает, живет как все, родители спокойны и немало не беспокоятся, что рожденный ими уже прописался в аду. Тем, кто говорит, что живет для детей, могу сказать, вас ждет самое большое разочарование, какое только возможно на этой земле. Вы будете посрамлены и унижены своими домашними идолами, терафимами, воспитанными вами. А нужно бы еще прежде рождения заучить эту фразу. Евреям 2 глава 13 стих. То есть это оживление этих вопросов.